Петя и Саша получили от учителя задачу. В трех пробирках без этикеток находились растворы соли калия, хлорида калия, сульфата калия и фосфата калия. Ребята положили в штатив свои пробирки, отвлеклись и стали думать, как же их распознать. Давайте поможем Пете и Саше распознать содержимое трех пробирок. Как вы уже обратили внимание, что ребятам выданы были растворы солей. Итак, добрый день, дорогие ребята. Сегодняшний урок химии проведу с вами я, Галина Ильинична-Дымовская, учитель химии лицея Василия Лупу, Кишинев. И тема нашего сегодняшнего урока звучит так. Соли – особые свойства и реакции идентификации. После окончания нашего с вами урока вы будете способны характеризовать и сравнивать специфические свойства солей. Что очень важно, вы сможете распознавать соли, вы научитесь составлять схему анализа для идентификации солей и описывать их аналитический сигнал. Также вы сможете формулировать собственные выводы относительно свойств веществ, которые мы с вами изучаем. Давайте, ребята, для начала вспомним наши знания, как-то актуализируем. Что же такое соли? Если говорить о средних солях, то это сложные вещества, состоящие из скатиона металла и анионокислотного остатка. Все соли – твердые вещества с ионными кристаллическими решетками. Они по-разному растворимы в воде. Достаточно воспользоваться таблицей растворимости, и мы с вами увидим, что соли бывают растворимые. Более 1 г соли на 100 г воды. Соли бывают малорастворимые, где растворимость находится в интервале 0,1 до 1 г вещества на 100 г воды. И соли бывают практически нерастворимые. Это менее 0,1 г вещества на 100 г воды. Кислые соли лучше растворяются в воде, чем средние основные. Соли тугоплавкие, но некоторые из них разлагаются при нагревании. Мы сегодня с вами это подробно изучим. Окраска солей зависит, ребята, и от аниона, и от катиона. К примеру, калий-хлор, соль белая, калий-марганец О4, знакомое нам вещество, которое в быту называют марганцовкой. Химическое же его название перманганат калий – это темно-фиолетовые кристаллы. Отсюда следует вывод, что ион марганец О4- окрашен и имеет фиолетовую окраску. Или же купром-хлор-2, купром-СО4, они все имеют голубоватую окраску, что свидетельствует об окраске иона меди. Итак, мы сегодня с вами, как я уже сказала, должны поговорить об особых свойствах солей, кислород, содержащих кислот. И первое свойство – это разложение. Обратите внимание, особую остановку мы сделаем на нитратах, которые разлагаются по нескольким схемам. Итак, нитраты активных металлов, таких как литий, калий, барий, кальций, натрий, разлагаются до нитрита с выделением кислорода. Нитраты солей магния, алюминия, цинка, железа, меди разлагаются с образованием оксида металла ЭНО-2 и кислорода. Нитраты малоактивных металлов, таких как серебро, ртуть, золото, разлагаются с образованием чистого металла ЭНО-2 и кислорода. Обратите внимание, нитрат аммония, как соль, которая немного не входит в наше понимание катион металла и кислотного остатка, разлагается на ЭНО-2 и воду. Карбонаты, за исключением щелочных металлов, кроме литий-2СО3, разлагаются на основный оксид с выделением углекислого газа. И вам с 9 класса знакома реакция, которая имеет широкое практическое значение. Это разложение карбоната кальция, основного компонента известняка, с образованием оксида кальция, негашенная известь или строители его еще называют пушонкой, потому что он достаточно легкий, и углекислый газ. Гидрокарбонат натрия, в быту его называют пищевой содой, при нагревании разлагается на карбонат натрия, воду и углекислый газ. Обратите внимание, сульфаты, кроме щелочных и щелочноземельных металлов, разлагаются до оксида металла, оксида серы-4 и кислорода. И перед вами уравнение реакции разложения сульфата меди с образованием оксида меди, СО2 и кислорода. Обратите внимание еще на один факт, что большинство фосфатов, силикатов, хлоридов и сульфидов при нагревании плавятся, но не разлагаются. Реакция идентификации. Что же это такое? Это такие реакции, которые нам позволяют идентифицировать вещества, то есть сказать, да, это хлорид, да, это сульфат. Так вот, их еще называют качественными или реакциями идентификации. Давайте посмотрим. Из 9 класса мы с вами знаем, что хлорид и он в составе соли или кислоты можно обнаружить с помощью ионов серебра. А именно при этом образуется белый творожистый осадок. И наверняка в 9 классе учитель химии доказывал, что у нас воду водопроводную обеззараживают соединениями хлора. Достаточно взять небольшое количество воды из крана, прибавить к нему аргентум НО3, и можно будет заметить небольшое легкое помутнение. Это говорит о том, что в водопроводной воде следы хлора все-таки имеются. Сульфат и он в составе кислоты или соли обычно определяют с помощью соли бария. При этом выпадает белый молочный осадок, который очень долгое время не осаждается, не седиментирует. Поэтому и создает такое ощущение молока. Карбонат и он, как и гидрокарбонат и он, также в составе соли и кислоты, можно определить с помощью другой, более сильной кислоты. То есть, если к карбонату добавить, к примеру, соляную кислоту, то при этом выделяется углекислый газ, который можно идентифицировать или определить с помощью гашенной известью. Гашенная известь мутнеет при пропускании через нее углекислого газа. Фосфат и он также в составе соли или кислоты определяют с помощью иона серебра. Но при этом образуется фосфат серебра желтого цвета. Нитрат и он здесь особый случай. Если вы посмотрите в таблицу растворимости, все нитраты, все соли и азотной кислоты растворимы. Поэтому здесь поступают следующим образом. Добавляют к нитрату концентрированную серную кислоту и опускают в нее стружки или медную проволочку. Что происходит? Концентрированная серная кислота вытесняет азотную, которая в свою очередь реагирует с медью и при этом дает бурый газ. То есть, если вы к определяемой анализируемой пробе добавите концентрированную серную кислоту и медь, увидите бурый газ, это будет доказательством того, что у вас в растворе находится нитрат. Итак, возвращаемся к нашей задаче. Давайте поможем Пете и Саше решить задачу. То есть, повторяю задачу, у них фосфат, сульфат, карбонат и хлорид. Напоминаю, ребята, что прежде всего любой анализ исходит с первого шага. Это визуальное наблюдение. И если вы помните, все эти три соли бесцветные прозрачные растворы дают. То есть, первый шаг в визуальное наблюдение нам ничего не дал. Второй шаг – обязательно берем пробу. Что это значит? Берем три пустые пробирки и с первой наливаем в одну, и с второй, в другую и так далее. Для чего это надо? На тот случай, если что-то пойдет не так или вы допустили какую-то ошибку, у вас должна быть возможность всегда начать сначала. А дальше используем качественные реакции. В первую пробу мы добавляем во все три пробирки, допустим, азотную кислоту. Та пробирка, в которой выделится углекислый газ, укажет нам на содержание в ней карбоната. Дальше берем следующую пробу из оставшихся двух пробирок. Добавляем в них соль бария. Та пробирка, которая укажет нам на молочный белый осадок, будет говорить о том, что в ней находится сульфат. И оставшиеся пробирки мы доказываем наличие хлорида с помощью соли серебра. При этом выпадает белый творожистый осадок. И так вы видите, что в результате сегодняшнего урока мы помогли учащимся определить содержимое трех пробирок. Ребята, в заключении обращаю ваше внимание на то, что всякое знание должно быть открытием. Но, которое вы сделали сами. Об этом говорил еще Корней Иванович Чуковский, известный детский писатель. И если вы хотите знать больше о реакциях идентификации анионов, изучите таблицу 6.5 на странице 210 нашего с вами учебника. И выполните упражнение 2 на странице 210, а также упражнение 5 пункт А и Б на странице 133. Будьте здоровы! Всего вам доброго! Дерзайте!